Ван Бито Хату Ван Бито Хату, друзья, с вами Морская Свинья, и мы продолжаем играть. Остановились мы на том, что должны познакомиться вот с этой девушкой. Мисату. Да? Так. Это Мисату. Кажется, она счастлива, живя здесь вместе со своими куклами. Ей нравятся вещи, которые осчастливят ее деток. Упала сейчас штука. Ну ладно. Возможно, детские вещи подойдут. Ну, у меня как раз есть что-то вот наподобие. Блокнот с кроликами. Ммм, отдаешь это мне? Хе-хе-хе, спасибо. Нет, это, видимо, не то. Не-е-е, не то? Все не то. Не-е-е. Что, интересно, детские вещи какие? Кстати, а ну что она говорит нам? Ммм, хочешь сыграть? Тогда, пожалуй, и позволю сыграть с моими детками. Ну, она, в общем, сумасшедшая у местных. Ничего нового. У нас только такие персонажи. Ах, какая прелестная резинка для волос. Идеально подходит моей девочке. Ммм, хо-хо. Боже, боже, Нанаши. Пришел снова поиграть с моими детками? Ну, не совсем. Миса-то, я хотела бы подружиться с вами. Подружиться? Ха. Ну, если мои детки сдружатся с тобой, то и я стану твоим другом. Так вы хотите, чтобы я поиграл с ними? Именно. И как мы должны играть? Хм, да. Когда эти детки будут слишком взволнованы, они попытаются забрать твои руки и ноги, так что не перебарщивай. Они забирают конечности? Да, ух, эти маленькие неугодники. И они могут убежать с оторванной конечностью? Ммм, ну что же тогда делать? Ах, я думала о том, чтобы сделать еще одну куклу моим деткам. Но я просто не могу решить, что именно мне сделать. Я ведь просто хочу, чтобы они все поладили. Сделайте скромную тихую девушку с длинными волосами. И что же, это в твоих кубусах, Нанаши? Да, так и есть. Хе-хе-хе. Славненько так и сделаю. Я соберу материалы. Мы сделаем ее в следующий раз. Ох, я могу понаблюдать? Пожалуйста, приди, чтобы лицезрить ее рождение. А теперь я пошла за материалами. Но сегодня наши пути расходятся. Хорошо, жду с нетерпением. Ох, это просто... Секс. Нет. Секс. Кому вообще секс понравится когда-нибудь? Давайте особо не заморачиваться. Будем отдавать вот эту кошачью резинку для волос. А, ты здесь. Иди сюда. Что? Вау, мрачная девушка с длинными черными волосами. Кукла-то есть. Кукла, то есть. Узри же, ее совершенное тело, ее прекрасную душу. Кажется, на ее создание потрачено много материала. Настолько много, что я даже проанализировать не могу. Кто разрешил тебе это делать? Это секрет фирмы. А теперь живи. Вау, как ярко. Ну, как ты себя чувствуешь? Ах, просто замечательно. Вау, она разговаривает. А, простите, вы напугали меня. Кажется, все получилось. Так как она стеснительная. Пройдет некоторое время, прежде чем она привыкнет ко всем. Спустись вниз по коридору и поверни направо. Твоя комната третья слева. Там живут одни девочки, так что все в порядке. Хорошо, я пошла. Что происходит? С чем? Хочу сказать, что она говорит лучше некоторых. Какая удивительная технология. Мисату, если бы вы переделали меня, то была бы у меня настолько совершенно человеческая душа. О, интересуешься моей работой? Не хочешь ли стать моим ребеночком на наши? А, нет, только нет. Прошу, у меня уже есть родители. Ах, вот незадача. Даровать куклам души? Во всем этом есть какой-то смысл? А? Ах, видишь ли, раньше я работала в медицинском исследовательском центре. И у нас была довольно мрачная тема для исследования. Можно ли даровать душу человеку, потерявшему ее? Но только подумай об этом. Даже если бы мы могли так делать, разве не были бы созданы нами души фальшивками? Разве не согласишься, что лучше подарить душу куклам и позволить им жить счастливо? Вы совершили такой прорыв. Что есть, то есть. А теперь я наслаждаюсь каждым днем. Мама! О, что такое? Хочешь поиграть? Да. Вот как. Ну, я занята. Так что поиграй с ним. Со мной. Играть. Хорошо. Вот это опыт. Ах, спасибо. Пожалуйста, сыграй как-нибудь еще раз с моими детками. Хорошо, но на сегодня все. Это какой-то, знаете, она подходит вот этому парню сумасшедшему, который с протеинчиком был. Привет. Здравствуйте. Должно заметить, что мои детки играют сами с собой, так что Нанаша не думает, что они захотят поиграть с тобой. Ох, так они и сами могут играть. Да, они же все связаны родственными узами, а еще не могут драться. Они настолько реалистичны, что вызывают эффект зловещей долины. Ха, да. Зловещей, говоришь? Как грубо. Ну, а теперь я готова к... А? Нанаша, ты случайно не видел помады? Помаду? Да, не могу найти ее. Хотя я подозреваю, что они забрали ее. Вы говорите о ваших детях. Мы можем попросить их вернуть помаду? Ха, обычно это означает, что они хотят поиграть. Думаешь, сможешь принести мне помаду? Только имей в виду, это может быть жутко, и они могут попытаться напугать тебя. Понятно. Тогда рассчитываю на тебя. Не беспокойся, они просто хотят играть. Они вернут помаду, как только наиграется вдоволь. Их комнаты впереди. Ступай. Нэм, ээ... Оу. Оу, манамии. Давай сыграем в прятки. Девочки, вы где? Хе-хе-хе. Ээ, приветики. Хе-хе. Это хоррор? Это хоррор. Хоррор. Девочки, не прячьтесь от меня. Эй, кто кота мучает? Так, я сваливаю. Кто кота мучает, я спрашиваю. Господи, меня не напугать. Я играла в хоррор, и мне не напугать. Очкой. Ээ, что? Очкой? Это намек на то, что я очкуню? Нет, я не очкую. Так, а мы здесь были? Девы. Дева Мария. Так. Мне не нравится эта комната. Походу, кто-то, ну, за этими портретами должны быть. Сейчас, знаете, какой-нибудь сейчас портрет вылезет. Эм. С. Классные у меня дети вообще просто. Зашибись. Хе-хе-хе. Дом. Ря. И че? Куда мне идти? Я все записки прочитала, вроде. Может, свалю? Да. Свалить не получится. Эм. Чувствую, я тут затуплю немного. Так, дом, да? С. Дев. А, дом с девочкой. А, Рия зачем? Ря. А, Рядом с девочкой. А-а-а. Вот с этой, что ли? На Наше нашел меня. Готово, готово, забирай. Зашибись был. Хе-хе-хе. Квест. Мехе-хе-хе. Спасибо, мои детки, кажется, очень рады. Ох, и проверь свои карманы. Я бы хотела, чтобы ты снова пришел поиграть. Мехе-хе. А-хе-хе-хе-хе. Эхе-хе. Можно мне уже просто уйти и забрать твою дружбу? Как будто, знаете, душу. Забрать твою душу. О, боже. Так, что я ей отдавала, чтобы сразу было? А, вот кошачья резинка для волос. Спешил фо ю. Хе-хе-хе. Привет. На Наше дети только о тебе и говорят. Это значит, они приняли тебя. Что? Правда? Да, они все хорошие детки, кроме одного. Кроме одного? Одна кукла, блуждающая снаружи. Она твоего роста, На Наше. Такая большая. Блуждающая кукла? Не спрашивай меня. Возможно, она и вовсе не кукла. Но видишь ли, она пришла сюда, в чем мать родила. А меня заинтересовала ее совершенная конструкция. Совершенная, словно... Нет-нет, ее, как бы сказать, мышцы. Все то, что есть у человека, воспроизведено с поразительной точностью. Оставлять ее обнаженной было неправильно, и я одолжила ей свои старые наряды. Да, та девочка с прелестными розовыми волосами блуждала здесь, и я подарила ей душу. Но затем она убежала на немыслимой скорости. Подумать только, сколько мне сил. Ах, с большими куклами так сложно. А почему это звучит так знакомо? Ах, что-то я увлеклась. Да, полагаю, нужно добавить ее в друзья на наши. Вот как... Да, прошу вас. Хе-хе, вот и все. Получено, большое вам спасибо. Она напоминает мне сумасшедшую какую-нибудь кукловоль... кукловодчицу. Так, ладно. Хе-хе, теперь и ты, мой ребеночек. Чувствуй себя восхитительно. Хо-хо-хо, а-хо-хо. Эм? Я и мои детки всегда примем тебя с радушными объятиями. Хе-хе. Да, еще можно взять это. Можешь взять и это. Я вкладываю всю душу, создавая кукол, но ты особый случай. Пусть оно и полое, но... Прими, если пожелаешь. Глазное яблоко? До чего же живо выглядит? Мило, не так ли? Я вырвала его своими руками. Ой. Шучу. Настоящий глаз немного липкий. Можешь принять это как амулет на удачу. А, конечно, хорошо, спасибо, большое спасибо. Пока, до свидания. Да-а-а. Нет, мы больше не будем здесь оставаться. Она сумасшедшая. Так, у нас остается тут только вот эта девушка, Рената. Мамори, которая в магазине Рената, работает Мамори. Добрый день. Как заурядно. Где же эта неординарная, приносящая трепет? Ой, нет, надо сначала узнать, что она любит. Дизайнер одежды Мамори. Она очень известна. И держит здесь собственный магазин. Ей нравится, ну, все то, что связано с одеждой. И то, что пригодилось бы ей на обязанном перерыве. Окей. Что связано с одеждой? Шарф? Нет, что-то она как-то отреагировала не очень. Да, блин, ну это же одежда. Мини-пики? Нет? Он думает, господи, какие... Карты грешников? Нет. А, интересно, почему, когда вижу я тебя, я чувствую, что встретила что-то новое и необычное? Когда я поблизости, ничего хорошего не происходит. Ха? И ты говоришь это о себе? Мне кажется, ты видишь мир совсем иначе. Что? Вы можете и это сказать? Хотя, да, думаю, я вижу мир немного по-другому. У меня глаз на людей. Ты сам по себе отличаешься от других. Ты точно человек? И она настолько странная. Ха-ха, шучу. Просто вокруг тебя необычная аура. Скажи, не мог бы ты оказать мне небольшую помощь? Если помогу, вы будете дружить со мной? Дружить? Да, конечно. Если так, ты согласишься помочь? Хорошо, тогда я помогу вам. Я готов сделать буквально все. Хорошо, тогда по рукам. Что я должен сделать? Если топать горло всем этим, я хочу попробовать что-то новое. Что-то новое? Клатье знаменитости, показы мод. Они стали так скучны. Конечно, меня могут попросить разработать дизайн машины, но это не мой профиль. Однако я не прочь придумать что-нибудь эдакое. Понял, вы хотите испытать свои силы? Да, как-то так. Когда встретимся в следующий раз, обсудим это подробнее. Хорошо, жду с нетерпением. Ладно, до встречи. Так. Я думала, ну, радужный парик. Мы до сих пор не поняли, что ей нравится. Добрый день, ты пришел в нужное время? Конечно, я не мог поступить иначе. В любом случае, я правда могу с чем-то помочь? У каждого человека есть собственный взгляд на вещи. Вот почему это ключ к работе с другими. Ну, вы хотите что-то попробовать? Ну, полагаю, я и дальше буду желать создавать одежду. Быть может, вы сможете создать дизайн формы для другой школы? Форма это не очень занимательно. Яркость не приветствуется в школах. А мы можем прогуляться наружу? Прогулка может быть полезна, да? Хорошо, пошли. А с магазином ничего не случится? Здесь много работников, да и я уже закончила со своими делами. Тогда ладно. Какая хорошая погода. Рада, что не слишком сыро. А, госпожа Мамори и Нанаша, что вы делаете? Ах, Рока, верно. Тоже решила прогуляться. Да, я хотела навестить господина Мороку. А, боже, ты в порядке? Простите, если я поцарапала колено. Ты носишь эти детские вещи? Нет, они вообще-то для взрослых просто по размеру подошли. А, М. Я решила в следующий раз выпущу линейку детской одежды. Они же для детей? Да, если подумать, я практически не занималась детской одеждой. Неповторимый дизайн, стильный, комфортный. Все будут довольны. Я пройду сквозь стерни к звездам. Полагаю, мне пора вернуться и обдумать все. Но наши пошли. Уже все? Да, достаточно. Как я сказала, создам вещи для детей. Я решительная и трудолюбивая дама. Пока, Рока. Приходи ко мне в любое время, хорошо? Каждый раз, как прихожу в ваш магазин, я словно забываю дорогу назад. Вот оно что. Ну, приходи, когда будешь полностью свободна. Хорошо. Обязательно приду. Хорошо, а теперь настало время сосредоточиться. Тогда я покину вас. Ух, можешь и посмотреть, ты мне не мешаешь. Нет, я хочу, чтобы вы как следует вдохновились. Забавно. Ладно, береги себя. Хорошо. Мы до сих пор не поняли, что ей нравится. Ну, серьезно, что ей может нравиться? Я просто... Ей все отдаю. Ты пришел как раз вовремя. Что? Что такое? У меня 40 дизайнов, которые я бы хотела проверить как можно скорее. Это уже слишком много. Ну, я могу сделать несколько вариаций на один дизайн. Так что в этот раз просто сделала чуточку больше. Ну, примеришь на наши. Ха, шучу. Они совершенно не твоего размера. Нормально так. Подстивало. Так что кто может... Кто же может примерить их? Если подумать, в этом городе не так много детей. Я бы могла попросить примерить работников, как обычно я делаю, но не в данной ситуации. Как насчет Роки? Рока занята. Мне нужна кто-то, кто может занять как минимум 3 часа своего времени. Кто-то живет поблизости и готов помочь? Ох, знаю. Ах, не мог бы ты связаться с этим человеком? Эм, это то место? Привет. Правда, ничего не страшного. Что ты здесь? Что ты здесь? Да-да-да, сегодня нет заказов. Чудно. Ты подходишь по росту. Пожалуйста, примерь это. Что это? Не бойся. Это одежда. Перейденься в примерочной. Если одежда слишком мала, скажи мне. Хорошо. Эм, сидит идеально. Да, пусть я создавала это для Роки, но и ему идет, ведь они не одного роста. Удобно? Да, так легко двигаться в таком костюме на работе было бы куда легче. Но, эм, это для девочек, верно? Ах, ну я же говорила, я создавала эту одежду, опираясь на Року. А почему я? Потому что Рока занята. Ты просто примеряешь одежду, чтобы я ее оценила все в порядке. Ага, и остался еще вопрос. Какой вопрос? Примеришь это? Ох, и это? Нанаша, это юбка. А что такого? Хочешь сказать, что все в порядке? Просто продолжим? Время идет. Ааа, мое достоинство. Все прошло очень хорошо, спасибо тебе. Рад, что оказался полезен. Прошу простить меня. И как? Водушевляюще. К следующему разу все будет идеально. Это чудесно. Хотя наряды слишком пестрые для детской одежды. Что ты хочешь мне себе сказать? Не знаю, я просто подумала, как бы они выглядели на разных детях. Ааа. Понятно, нужно три раза подумать, прежде чем делать. Э? Ну вот и все. Спасибо за помощь. Что? Мне тоже было очень весело. И вам большое спасибо. Может быть, она блакнуться кроликами будет любить? Нет. Здравствуйте. Привет. Я наконец-то закончила дизайн. Ох, правда? Вот он. А? Ну как? Ни причудливых оттенков, ни необычной модели, как раньше. Конечно, твои слова заставили меня задуматься. Дети не и носят слишком ярких нарядов. Они забараются или измажутся кетчупом. Оставаться стильным, даже будучи грязным. Даже с кетчупом на одежде выглядеть идеально. Разве такой дизайн не будет куда интереснее? Вот как. Детям, которые делают все, что пожелают, эта одежда подойдет, как нельзя кстати. А еще, если одежда будет слишком яркой, то ребенок будет сильно выделяться среди других, и ребенок не может купить всех вещей для полного образа. Одежда, соединяющаяся с сердца людей. Осмотрительность. Вот следующий ключ. Кажется, вы нашли для себя что-то новое. Да, благодаря тебе. Спасибо. А теперь, как и обещала. Ох, предложение дружбы. Большое спасибо. Я готов помочь в любой момент. Только позовите. Славно. Приходи в любое время. И, пожалуй, можешь взять это. Я сделала его из лишних вещей. Платок? Вечно теряй свой. Спасибо. Ха. Этот, который я сделала в единственном своем роде. Надеюсь, его не потеряешь. Хорошо. Я буду беречь его. Ну, в общем-то, все. Только люди подходят под вещи, и никто иной. И создавать одежду для каждого человека, это моя мечта. Ну, в итоге мы подружились со всеми. Так, надо вот проверить. С этой подружились. С этой подружились. С теми там двумя подружились. С этим подружились. Хе-хе-хе-хе. Так, вот. С этой подружились. С этим тоже дружим. Кафе Лапин. Рока, да, подружились. Давным-давно уже. Но в итоге, да, выходит, надо возвращаться туда. Ой-ё. Не туда. Так. Мисана тут уже стоит. Точнее, у нас Мисана, да? Или мне уже кажется? Подарочки. Ну вот. Тут у нас Пацури, который у нас остался. Это мы читали. Это мы читали. Это тоже мы читали. Да, её Мисана-сян зовут. Нацукага Миуми Харуэ. Харуэ Насуки. Или Насуки. Насуки как-то странно. Или Насуки. Насуки пусть будет. Возраст 13 лет. Рост 144 сантиметра. Вес 38 килограмм. День рождения 12 декабря. Группа Крови 2. Любит ухаживать за цветами. Не любит уличные знаки. Мальчик, помогающий родителям в цветочном магазине. Трудоголик со всеми вежлив. Его радость и улыбка никогда не увядают. Наследство получил проблемы с ориентацией. С ориентированием по местности. Что приносит ему неудобства. По цуре. У этого битфона такой крутой дизайн. На него слетаются бабочки. Ой, блин. Так. Ну, они ведь искусственные. Ну да, бывает иногда. У искусственных цветов нет запаха, верно? Или это ты так приятно пахнешь? А? Я уже иду к тебе прекрасному запаху. Что? Я в автобусе. Я на Алию Коко. Я перед цветочным магазином. Я прямо за тобой, Харуэ. Ой, не пугай. Так. И нам осталось, в принципе, вот раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать пять. Нет. Двадцать четыре друга нам осталось только. Заиметь. И все. Ясуны. А эта старушка у нас была уже? Хакухи. Да. Был. Таками Аширан. Была. Каори. Да. Была. Кири. Был. Нио. Был. Сакума. Сякио. Икинага. Акута. Да. Вот. Рока. Рока Рион. Возраст одиннадцать лет. Рост сто шестьдесят... Сто сорок шесть сантиметров. Вес тридцать пять килограмм. День рождения. Восьмого апреля. Группа Крови вторая. Любит милые вещи. Не любит пугающие вещи. Помощница в кафе. Часто сбивается с толку и разбивает посуду. Но она старается оставаться оптимистичной. Со всеми ведет себя дружелюбно. Рока-то когда-нибудь паниковала и, к примеру, опрокидывала еду на посетителя. Эм. Грубо спрашивать такое. Значит, не было такого? Иногда. Тогда в следующий раз облей чем-нибудь меня. А облей чем-нибудь меня? Не важно. Чино Насуки. Возраст 36 лет. Рост 161 сантиметр. Вес 56 килограмм. День рождения 28 июня. Группа Крови вторая. Любит солнечные места. Не любит спешку. Работница цветочного магазина. Мать Харуи. Делает все в собственном темпе. В последние дни заинтересовалась травяными чаями. 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 Время-время устраивает чаепитие. Госпожа Чино. Держу пари. Вы много знаете о цветах? Да, я знаю достаточно. Есть ли цветы, которых от вас клонит в сон? Полагаю, да. Лили. О, да. Я знала-то. Они могут сделать так, чтобы ты никогда не проснулся. Это правда? Я говорила об этом своему мужу. Пожалуй, мне нужно исправиться. Сора. Сора Камуй. Возраст 17 лет. Рост 167 см. Вес 52 кг. День рождения 1 декабря. Группа Крови 3. Любит тихие места. Не любит властных людей. Живет в планетарии. Сам его рождение не может ходить, а его родители живут за границей. Кажется, он не очень хорош в общении с другими. Потому зачастую отвечает грубо. Сора, ты когда-нибудь выходишь гулять днем? Днем слишком светло. Конечно, ты же всегда сидишь в темноте. И меня пугает солнечный свет и все люди. Ох, понимаю. Именно поэтому я стал затворником. Мы похожи. Не сравнивай меня с собой. Мору Кухасуя. Возраст 22. Года. Рост 178 см. Вес 62 кг. День рождения 30 августа. Группа Крови 4. Любит неутомительные вещи. Не любит утомительные вещи. Молодой садовник. Не то, чтобы он не мог говорить, он просто не хочет напрягаться. Потому за него отвечает аватар. Ходят слухи, что он профессионально плетет венки. Мору Кухасуя. В Пацури вы сами общаетесь? 9. М. Это как бы да? Я не могу читать разум через телефон. 9. Ладно. Эм. Или это не 9? Что-то... Ладно, непонятно. Ладно, давайте как-нибудь поглянем. Л. Акаши Оихара. Возраст 17 лет. Рост 171 см. Вес 59 кг. День рождения 13 сентября. Группа Крови 1. Любит бейсбол, не любит, когда на него кричат. Парень поглощен бейсболом. Играет с самого детства, однако средний. Даже ужасно, можно сказать. Посоводный от тренировок дни, он приходит в звериное кафе. Ты занимаешься чем-нибудь еще, помимо бейсбола? Разве я не говорил, что у меня нет других талантов? В какой-то степени я не могу уважать того, кто так долго занимается спортом, но практически ничего не умеет. Ты смеешься надо мной, да? Ну и я тогда мне... Ну и что мне тогда думать? Попробуй футбол. Что с тобой? Я больше не выдержу. Это странный разговор. Мисато Кусуносе. Возраст 34 года. Рост 65 сантиметров. Вес 57 килограмм. День рождения 1 ноября. Группа Крови 3. Любит своих деток. Не любит, когда ее деток обижают. Таинственная девушка, живущая в кукольном доме. О ее биографии родословной почти ничего неизвестно. Но у нее есть салант даровать куклам сердца. Тем не менее, редко кто решается подойти к ней. Вы сами делали одежду к куклам? Да, когда у меня под руку нет того, что им нравится, я жую сама. Нижнее белье вы им тоже делаете? Ну, ты же носишь нижнее белье, верно? А может мне пару лишь одну? Это немного странно, не так ли? Это довольно странно. Мамори Оно. Возраст 26 лет. Рост 166 сантиметров. Вес 55 килограмм. День рождения 23 октября. Группа Крови 2. Любит все, что вызывает у нее интерес. Не любит в люгарные темы. Содержит магазин одежды. Известный дизайнер. Работала даже за границей. Никогда не сидит без дела. Сует свою нос во все, что ее интересует. Иногда вы создаете возмутительные дизайны. Как вы их пропускаете в свет? Во всем виноваты конкуренты. Я реализую свои идеи так и сяк. В итоге получаются такие дизайны. Вы часто вспоминаете о них? Ну, как-никак, это ведь мои дизайны. Хотя даже я все еще не понимаю. Тот, что похож на мороженое... Мороженое? Ну и все, да. Больше у нас нету. Странно, а почему вот тут какой-то пробельчик? Хм. Не думаю, что мы что-то пропустили. Я надеюсь, что ничего не пропустили, конечно же. Ну, по идее, никого не пропустила. Если мы даже пропустили кого-то... Всегда есть шанс переиграть. Ну что ж, если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. С вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения и пока! Подпишись-ка, ты на мой канал. Самое лучшее будет только там, только там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...